1864 год. Вашингтон. Белый дом. На стол президента Линкольна секретарь кладет тощую папку. Это что, тот самый дезертир, который сбежал из армии к жене? И что теперь? Суд приговорил его к расстрелу? Да, господин президент. Президент берет перо и пишет резолюцию. Помиловать. Потом поднимает голову и говорит секретарю. Отправьте парня домой к жене. Через год он пожалеет, что его не расстреляли. Но что все это значит? Оказывается, национальный герой Америки, 16-й президент США Авраам Линкольн, до смерти боялся собственной супруги Мэри Тотт. Линкольн накритиковала за манеру одеваться, за то, как он себя ведет, за то, что он сутулит, за то, что он делается не так. То есть он находился, Линкольн, вообще под постоянным прессом со стороны своей собственной супруги. Но как такое возможно? Ведь они меняют мир, покоряют страны и континенты, строят многомиллиардные корпорации и навсегда вписывают свое имя в историю. Настоящие мужчины, альфа-самцы. Но кто они на самом деле? Почему многие признанные гении боятся своих жен и становятся подкаблучниками? Или превращаются в мелких домашних тиранов? Неужели действительно от великого до смешного один шаг? Как жена учила президента Линкольна родину любить? Она его огрела поленом по лицу. И была ли она связана с его убийцами? Почему академику Сахарову с женой жилось не сладко? Она в присутствии других людей, допустим, могла дать пощечину. И как Йока Она поставила на колени Джона Леннона? Они там занимались любовью в различных местах. Правда ли, что Леннон до сих пор жив? Я совершенно уверен, что он живет сейчас на севере Италии. А Пол Маккартни давно уверен. Почему жена Марка Твена уничтожала его романы? Она пригласила священника и многих знакомых. И демонстративно его сожгла. И какие романы крутил сам писатель? Как он предсказывал собственную смерть? А также, что творится в мозгах у миллиардеров? И просто пришлось какое-то время пожить в браке с собакой. И когда вымрут настоящие мужчины? Смотрите прямо сейчас. Все о великих обманах человечества. Супруга президента Линкольна, Мэри Тодд, не просто изводила президента придирками, но и частенько таскала отца основателя Соединенных Штатов за его знаменитую бороду. Она могла просто подойти и приснуть ему при подчиненных кофе в лицо. Президент мог опоздать на заседание, потому что дрожайшая мэри спрятала его брюки за какую-то домашнюю провинность. Уже будучи президентом, он пришел на заседание в кабинет с перебитым носом. Оказывается, она его огрела поленом по лицу только из-за того, что он вовремя полено не положил в камин. Она направо и налево транжирила семейные деньги и даже средства налогоплательщиков. А Линкольн молча оплачивал метровые счета и как мог пытался замять очередной скандал. В один год она купила 300 пар перчаток. Линкольн сам вообще был в недоумении. Он сказал, вообще, собственно говоря, эти вещи-то когда-нибудь ты будешь носить? По иронии, Линкольн, добившийся отмены рабства, сам всю жизнь прожил с настоящим домашним диктатором. Может, именно поэтому он так рьяно отстаивал идеалы демократии? Добивался свободы? Не себе, так хотя бы людям? Что связывало эту скандальную парочку? Ведь они, казалось бы, были полными противоположностями. Она потомственная аристократка, а он, что называется, парень из низов, без денег и положения в обществе. Поначалу Мэри и Аврам были без ума друг от друга. История их знакомства словно взята из женских романов. Линкольн, подойдя к Мэри, заявил, могу ли я вам предложить самый ужасный танец, который когда-либо вы танцевали в своей жизни? Мэри подумал, что он пошутил. Но действительно, когда они вернулись, ответил, это было ужасно. Это было на самом деле ужасно. Вот так состоялось их знакомство. По мнению историков, именно Мэри Тодд превратила сына фермера в харизматичного лидера и президента страны. А может, это она помогла мужу стать масоном? 14 апреля 1865 года. Линкольн с женой и свитой смотрит спектакль в театре Форда в Вашингтоне. В 10 часов вечера в президентскую ложу входит безработный актер Джон Бут и стреляет президенту в затылок. Убийце удается скрыться. Линкольн к утру умирает, не приходя в сознание. В тот злополучный вечер к президенту был приставлен всего один телохранитель. И надо же такому случиться, что он покинул свой пост перед самым покушением. Личный охранник вообще ушел в пивную пьянство. Вот что за охрана такая? Такие вещи могут быть только вот, когда специально готовится стоп. А Джон Бут? Он принадлежал к известной актерской династии. И никак не был связан с рабовладельческим югом. Более того, после рокового выстрела Бут прыгнул с трехметровой высоты и сломал ногу. На спаге у него была шпура. Задел шпурой флаг Соединенных Штатов Америки и сломал при этом берцовую кость. И это что не помешало ему выбежать из театра и крикнуть такую фразу известную. Так поступают со всеми тиранами. За ним бросились, за ним бросились туча же в погоню. Но его не смогли догнать. Все дороги из города были перекрыты. Но хромой убийца каким-то чудесным образом преодолел заставы и скрылся. Но кто же тот таинственный и обладающий огромной властью помощник? Скорее всего, он был из своих. Полицейский, который выпустил убийцу Линкольна по одному из мостов, пропустил его. Этого полицейского судебно, ну скажем так, не преследовали. Он удостоился только некого мягкого порицания. Но на самом деле это же было воинское преступление. И, наконец, во время облавы убийцу застрелили. Хотя полицейским дали четкое указание взять главного заговорщика живым. А его дневники, в которых якобы излагался план убийства президента, почему-то так и не были представлены суду. По мнению многих исследователей, Бут и его подельники были всего лишь исполнителями. А истинные организаторы покушения на Линкольна – его ближайшие соратники. Среди них был, например, Уиллис Грант, будущий 18-й президент Соединенных Штатов. Он был как бы и заодно с Линкольном, но одновременно Грант, он ратовал за то, чтобы обложить Южные Штаты большой контрибуцией. А Линкольн был против этого. Известно, что в театр, где разыгралась трагедия, Линкольна пригласил именно Уиллис Грант. А сам не пришел на спектакль, сославшись на семейные обстоятельства. Не слишком ли много совпадений для одного вечера? Но могла ли не знать об этом заговоре та, которая следила за каждым шагом президента? Мэри Тодд, по крайней мере, должна была подозревать неладное. Почему она не предупредила мужа? Могла ли она желать его смерти? Возможно, жена президента, 16-го президента Соединенных Штатов, почувствовала, что она теряет власть над своим мужем и решила убрать его за это. Возможно, она говорила мужу о заговоре и опасности, но Линкольн посчитал это очередным вздором. Известно, что к концу их совместной жизни Мэри Тодд страдала нервными срывами. У них было четыре сына, и лишь один из них пережил мать в дальнейшем. Все остальные умерли в достаточно раннем возрасте. Вскоре после убийства Линкольна Мэри Тодд упекли в клинику для душевнобольных. Причем сделал это ее единственный сын. Согласитесь, очень удобно. После такого она могла кричать о заговоре на каждом углу. Но кто будет слушать выжившую из ума старуху? Эта книга давно стала одной из самых известных за всю историю литературы. А ведь на самом деле о приключениях Тома Сойера мы могли так никогда и не узнать. Оказывается, супруга Марка Твена, Оливия, устраивала дома самые настоящие обыски. И если находила неугодные ей черновики, уничтожала их на месте. Как оказалось, рукописи прекрасно горят. Настоящее преступление перед потомками. Сэмюэл Клеменс, он же Марк Твен, даже завел специальный тайник, где прятал черновики от своей жены. Держал в себе в своем сейфе, знаменитом сейфе, который называется «Против миссис Клеменс». В этом сейфе как раз он хоронил многие произведения, которые не одобряла Оливия. Но с какой стати эта женщина так поступала с трудами своего мужа? Оказывается, в этих записях писатель Твен высмеивал политиков, чиновников и даже церковь. За такое его могли убить на дуэли или отправить в тюрьму. Оливия просто уничтожала улики. Твен души не чаял в своей жене и ласково называл ее «Лайви». По-английски это звучит почти как «любовь». И вообще вел себя как законченный подкаблучник. Он ее слушался абсолютно во всем. То есть это доходило, он даже сам признавался в каких-то своих мемуарах в детстве Лайва. Он мне сказал, что носки – это не элегантная мужская одежда, я бы близко к ним не подошел. Их отношения пронизаны мистикой. Известно, что Твен организовал в Америке общество парапсихологов. И он действительно обладал сверхъестественными способностями. Это испытали на себе родители Оливии. Когда он пришел знакомиться с матерью, он сел и рассказал им будущую жизнь. То есть что с ними произойдет в течение ближайших пяти лет. Все ему не поверили. Но потом все события осуществились точности до даты. Более того, Твен предсказал смерть своей жены, детей и даже собственную кончину. За год до смерти он сказал, вот комета Галлея пролетела, когда я родился. А когда она пролетит снова, меня не будет. Я улечу вместе с ней. Вот этот момент, что предвидение собственной судьбы – это было характерно для Марка Твенова. В 1902 году Лайви слегла от неизвестной болезни. Точно в тот день, как он и говорил. Твен день и ночь дежурил у ее постели. Спустя два года Лайви умерла. И снова в день, предсказанный Твеном. Говорят, он так и не оправился от этой потери и больше не посмотрел ни на одну женщину. Хотя его секретарша, Изабель Леон, устроила настоящую охоту на своего шефа. Она его преследовала. Причем преследовала так, что он был вынужден прятаться от нее в течение целого полугода. Потому что она устроила на него охоту, в плане, что не давала ему прохода. Эти домогательства начались еще, когда жена Твена Оливия была жива. Она его преследовала в течение всего этого приема. Мало того, она просилась в гости к ним, к Клеменсам. Туда приехала, стала жить на целый месяц. В итоге сами Клеменсы уехали с собственного дома, оставив ее одну. Считалось, что писатель так и не поддался соблазнам. Но, возможно, Твен не был таким уж непреклонным. Недавно Калифорнийский университет Беркли опубликовал неизвестную ранее автобиографию писателя. Твен завещал не печатать ее сто лет после своей смерти. Этот документ получил название «Досье для шантажа». 429 страниц шокирующих откровений, где писатель рассказывает о том, как его соблазнила Изабель Леон. Они стали близки в 1904-м. Это год смерти жены Твена. Возможно, писатель даже не дождался, пока Лайви умерла. И, оказывается, писатель собирался жениться на Изабель. И он даже купил ей ферму. То есть есть свидетельства о том, что он, в общем-то, ее задаривал подарками, давал ей деньги. Их брак расстроила дочь Твена, Клара Клеменс. Она обвинила Леон в воровстве 2000 долларов. И Твен поверил. Он уволил Леон и пригрозил опубликовать досье об их романе. Дошло до того, что Марк Твен, который был достаточно щедрым человеком, попросил назад вернуть имение, которое он подарил этой даме. И вот до конца своих дней, вот до чего довели. Он потрясал перед ней вот этими 429 страниц досье на нее. Как она его шантажировала. Но было ли воровство на самом деле? Зачем это нужно? Без пяти минут жене известного писателя? Она бы и так получила все. Возможно, дочь Твена просто оклеветала будущую мачеху. Сначала она боялась, что она потеряет состояние. А у нее в руках было это досье. Эти 429 страниц. И только папа пишет завещание на свою любимую, возобновляет с ней отношения, она в суд подает эту бумагу. Вот, собственно, что ей нужно было. Но для Твена это был, конечно, позорный акт. На старости лет писатель и вовсе стал проявлять странный интерес к маленьким девочкам. Он даже организовал клуб «Аквариум», куда выпускались девочки не старше 13 лет. И его секретарь даже замечала, что как только он появляется в новом обществе, действительно, он очень сильно обращает внимание на молодых девочек. Многие даже подозревали Твена в педофилии. Но на самом деле все было не так. Идея была о том, что они, или те, кто входят в это общество, они не самостоятельные личности. Они переселенцы. У него была навещанная идея о том, что ее дух, дух Оливии, остался на земле и сопровождает его только в теле другой девушки. Присчитал, что примерно нужно искать 10-летнюю или 11-летнюю девочку. Кто знает, может, переселение душ действительно существует. И Твен сумел отыскать свою Лайви в новом воплощении. Ведь далеко не всем гениям довелось встретить настоящую любовь. Водородная бомба. Оружие невероятной разрушительной силы. Трудно представить, но у себя дома создатель самого грозного оружия на планете покорно сносил оплеухи от собственной жены Елены Боннер. Она моментально закипала, и при этом она была тяжела на руку. То есть был не раз, когда она в присутствии других людей, допустим, могла дать пощечину. Скорее всего, он безумно тяготел к этому темпераменту. Всепоглощающий такой вот внутренней силе этой женщины. Правда, те, кто лично знал эту пару, уверяли. Именно такая железная супруга и была нужна опальному академику. Понимаете, Сахаров был человек внешне мягкий. Это предполагает такой интеллигентский кодекс поведения. То есть он не грубил, он не выражался, насколько я знаю, по матери. Елена Георгиевна, она была человек более резкий. И в этом отношении, я говорю, она действовала как меч в его руке, когда нужно было поговорить, может быть, с кем-то даже из охранников пожестче, что-то добиться. Первая жена Сахарова умела от рака в 69-м году. От этого брака у него осталось трое детей. Две дочери Татьяна и Любовь, и сын Дмитрий. Но когда Сахаров встретил Боннер, его родные дети фактически стали сиротами при живом отце. Боннер, а у него было, значит, двое детей, дочка старшая и сын. Они, он им гораздо больше внимания уделял. Ну, то есть не гораздо больше, а просто так, только им внимания уделял. Сахарова не было рядом с его детьми даже в их самые трудные минуты жизни. Даже когда у его дочери при родах случилась трагедия, умер ребенок, он даже не приехал навестить ее, а просто позвонил. Дмитрий Сахаров много раз заявлял в прессе. Это все интриги их мачехи Елены Боннер. Она хотела отсечь все его прошлое. И он с ними практически не виделся, со своими детьми, хотя, значит, и он жил в Москве, и они жили в Москве. В 80-е, уже находясь в ссылке, Сахаров несколько раз объявлял голодовки. Он неделями не притрагивался к еде. То требовал, чтобы Елену Боннер выпустили зарубежное лечение, то выбивал разрешение на выезд для ее невестки. Дмитрий пишет, я понимаю, если бы там это была голодовка с требованием запрета испытания ядерного оружия. Тут еще как бы это можно понять. Для того, чтобы нескольких молокососов отправить в Соединенные Штаты, академик Сахаров, гордость советской ядерной физики, значит, вот он голодает. После одной из голодовок у него случился инсульт, там какие-то спазмы мозговых сосудов. То есть ему это даром не проходило. Зачем же Елене Боннер и ее родственникам понадобился академик, находящийся в Апале? Мне кажется, что здесь вот этот вот, так сказать, расчет, она становится соратницей лидера советского диссидентства. Это как из лейтенантов сразу взлететь там, скажем, каким-нибудь генерал-майором. Когда она вместо него получает Нобелевскую премию и читает, значит, его Нобелевскую речь, это ее очень-очень привлекало. А с другой стороны, и появлялись возможности использовать Сахарова как рычаг для того, чтобы устроить своих детей, которые не хотели жить в Советском Союзе. И муж стал для нее билетом к свободе и независимости, в том числе и материальной. В 89-м, после смерти Сахарова, Елена эмигрировала в США, открыла там фонд его имени, а родным детям академика достались только крохи от продажи их семейной дачи. Несколько лет назад музей Сахарова в Москве был на грани банкротства. Один известный русский олигарх выделил на его спасение 3 миллиона долларов. Но этих денег Московский музей так и не увидел. По распоряжению Елены Бонар доллары поступили в ее фонд, находящийся за границей. С этих 3 миллионов она очень же большую часть дала своим детям. Два года назад Елены Бонар не стало. Имя Сахарова сытно кормило ее долгие годы в эмиграции. А теперь ее дело продолжила дочь Татьяна. Она открыла в Бостоне некий архив Сахарова. Хотя такой уже есть в Москве. От американского правительства эта организация безвозмездно получила полтора миллиона долларов. Джон Леннон. Гений рока. Секс-символ 60-х. У него было все. Деньги, толпы фанаток, готовых выполнить любое желание. И жена Синтия, которая все это прощала. Он признался ей, у меня были тысячи женщин по всему миру. И тут на пике славы Леннон знакомится с художницей-модернисткой Йокоона. В переводе с японского ее имя значит «Дитя океанов». В 1966-м они с Ленноном столкнулись на какой-то выставке. Вроде бы случайно. Но на самом деле это знакомство спланировала сама Йокоона. Джон Леннон не обратил на нее внимания никакого. А она обратила. Поскольку она женщина амбициозная. Если так брать ее мужей, любовников, они все были заточены под то, чтобы не себя пропагандировать, а ее. Ей помогать в ее восхождении наверх. Потом она часами караулила его возле дома, добиваясь встречи. И получилось. Леннон ее заметил. Для Леннона это была рядовая интрижка. Когда он стал встречаться с ней, рядовая интрижка, они там занимались любовью в различных местах. Если бы спросили, Джон, ты хочешь, чтобы она стала твоей женой? Естественно, он бы ответил отрицательно. Великий музыкант влюбился. Ради нее он бросил свою жену и бросил сына. Он боготворил Йокоона. И с тех пор, как он встретился, с ней, его жизнь развернулась на 180 градусов. Но как Йокоона смогла его охмурить? Что сделала хитрая японка? Как сумела привязать к себе Джона Леннона? Она сразу распознала Джона, потому что ему нужна была в одном лице и мать, и любовница, и жена, подруга, приятель. И она все вместе с ними разделяла. Если пороки, например, героин, попробовать, пожалуйста. Леннон говорил, у них с Оно одна душа на двоих. После свадьбы с ней музыкант даже поменял имя. Его стали звать Джон Оно Леннон. Вот так смогла на него повлиять женщина, которая маленькая, хрупкая японка, которая была его на 8 лет старше. Казалось бы, что плохого в этой любви? Но именно Йоко Оно виновата в расколе знаменитых Битлз. Позже это признал и сам Джон Леннон. В своих мемуарах он написал, «Моя банда разлетелась в дребезги в тот самый момент, когда я увидел ее. Хотя до меня это не сразу дошло. Парни, которых я имел в виду, были не просто дружки из кабака. Их звали Битлз». Все началось с того, что Леннон нарушил золотое правило группы. Никогда не приглашать жен и подруг на репетиции. А когда остальные Битлы начали возмущаться, заявил, «Она всегда будет рядом со мной». Это ужасно было. Джон даже притащил кровать в студию прямо, и она спала там. А вскоре Йоко Оно уже указывала легендарным музыкантам, как и что играть. Начала давать реплики какие-то, подавать, что вот вы, ребята, не там, тональность, там это, вот надо это, это вообще. Такого Битлз стерпеть не могли. Пол Маккартни тогда сказал, «Эта женщина обращается с нами, как с лакеем». В итоге Леннон покинул группу, детище всей своей жизни, и ударился в авангард. Продал на аукционе свои волосы и даже разделся для прессы. Он стал таким откровенным пиарщиком, то есть начал заниматься саморекламой. Все вот эти его, значит, эпатажные выходки с Йоко Оно, когда они в постели, значит, в гостинице «Хилтон» давали интервью журналистам в защиту мира. А Йоко Оно начала карьеру рок-звезды. Она стала петь рок-н-ролльщики свои женские, кое-какие. Они, может быть, местами были симпатичнее, но это все было жалкое, на самом деле, зрелище. Безумная любовь Джона сделала ее. И она записала пластинок больше, чем сам Джон. Он дал ей «Зеленую улицу». Казалось, им двоим никто больше не нужен. Но все это было напускное. Леннон находился в душевном смятении из-за раскола Битлз. И эта депрессия никак не заканчивалась. Это было для Джона просто ударом. Он уехал в Америку, в Калифорнию, к этому доктору, психотерапевту Янову лечиться. Четыре месяца Джон лечился у него. Четыре месяца по приказанию Янову он сидел один в комнате. Даже японку не пускали туда. Она в соседней комнате сидела четыре месяца. После семи лет брака Йока Оно забеременела. И тут же выставила Леннону свои условия. Я не рожу ребенка. Если ты мне не дашь сейчас обещания, что ты его будешь воспитывать, окей, я вынашу, ты воспитываешь. Он сказал, согласен. И все, он воспитывал. Он даже кашеварил. Поклонники негодовали. Оно превратила гения в домохозяйку и няньку. И, возможно, именно это погубило великого музыканта. 8 декабря 1980 года Леннон был застрелен возле собственного дома фанатом Марком Чепманом. Он выпустил в своего кумира пять путь. Музыканта доставили в госпиталь. Но в 23 часа 15 минут он скончался от большой потери крови. Такова официальная версия. Но, возможно, на самом деле Леннон не умирал. Говорят, его несколько раз видели в Европе живым и невредимым. Я совершенно уверен, что он живет сейчас на севере Италии. Женнон в 1980 году уединился от мира. Он живет там, потому что он не от мира всего. Это его еще один безумный шок. И более того, Леннон даже не бросал музыку, ведь это часть его жизни. Ссылает Биттлам песни в акустическом варианте, в пианистическом варианте. И они продолжают. Вот антология Биттлс вышла на его новых песнях, которые он записал в Италии уже в 80-е годы. И до сих пор продолжают выходить пиратские альбомы Джона с новыми вещами. Но для чего музыканту понадобилось инсценировать собственную смерть? Скорее всего, он просто хотел сбежать от властной Йоко-Оно. Это самая загадочная история в роке и вообще в культуре 20-го века. Любовь Джона Ленна к японке и исчезновение Джона Ленна в 1980 году. Это не поддается анализу. Но почему сильные волевые мужчины в семье добровольно отдают власть своим женам? Дело здесь не только в любви. Психологи уверены, причина в отношениях с матерью. Например, Джон Леннон называл Йоко-Оно не иначе, как мамочкой. Возможно, Леннон просто хотел почувствовать настоящую материнскую саботу. Йоко давала ему это. И потом даже самые сильные мужчины дома жаждут подчинения. Потому что власть и ответственность всегда бывают в одних руках. Человек передает власть жене для того, чтобы подсознательно избавиться хоть где-то от ответственности. И это такая уловка. Но многие психологи уверены, всеобщий феминизм угрожает будущему человечества. Выдержать рядом с собой сильную и властную женщину могут только успешные мужчины. Иначе жди личной драмы. Но есть и обратная сторона. Нередко под маской мужчин, секс-символов и любимцев публики скрываются самые настоящие домашние тираны. Луи де Фюнесс. Трудно найти второго актера, настолько любимого публикой. Один вид этого бойкого, забавного коротышки вызывает улыбку. Но это только экранный образ. Тем, кто находился рядом со знаменитым артистом, было не до смеха. И со слов его сыновей, все, что было написано имя после его смерти в мемуарах, они ни одним дурным словом его не вспоминают. Жить рядом со звездой. Что может быть престижнее? Но когда Луи де Фюнесс переехал из Парижа в загородный замок, его прежние соседи не могли поверить своему счастью. Оказывается, актер из-за малейшего шума за стеной вызывал полицию и требовал компенсировать ему моральную щадку. У де Фюнесса действительно было много странностей. Чего стоит его привычка повсюду носить с собой тяжелую связку ключей? Были заперты шкафы, были заперты все двери, везде были какие-то тяжелые замки. И, видимо, он получал какое-то странное и мрачное удовлетворение в том, что он бродил по своему дому, где все было заперто и где все мог открыть только он. Их дом несколько раз грабили. Может, так де Фюнесс защищался от воров? А может, и прятал имущество от близких? Семья его побаивалась. Часто вот он запирался, сам обедал, а они от него отдельно. Свидетельствуют факты, что у них в семье были какие-то старые коврики, старая мебель, потому что выключить на него на какую-то новую чашку, ну, просто вот не было сил денег. Еще он никогда не дарил подарков своей жене. А младшего сына яростно отчитывал за обычные покупки. Сказал, вправляйся назад в магазин, сдайте ботинки, поскольку они не стоят тех денег, за которые ты их купил. И это при том, что за один фильм он получал по 2,5 миллиона франков. Огромная сумма по тем временам. Больше, чем любой другой актер во Франции. Кстати, своих детей Ди Фюнес тоже хотел видеть на экране. Но один из них стал пилотом, а другой врачом. Ди Фюнес был в бешенстве. Больше всего хотелось основать актерскую династию. Его настолько злило вот то, что сейчас прямо на его глазах дети от него ускользают, уходят, что это становилось поводом для скандалов. Да, один из детей снялся в нескольких ролях, небольших, но это было из-под палки. Это было просто уступкой отцу-тирану. Но почему знаменитый комик в обычной жизни вел себя как последний брюзга и деспот? И отчего, получая высокие гонорары, страдал комплексом бедности? Его полное имя – Карлос Луи Ди Фюнес де Галлардса. Потомок древнего португальского рода, аристократ. Но в юности, кроме титула, у него не было ничего. Чистильщик обуви, декоратор витрин, подмастерье в ателье, помощник фотографа. Каждый день ему очень хотелось есть. А ведь несчастного подростка Луи отовсюду выгоняли со скандалом. Во время работы на швейной фабрике он возненавидел директора этой фабрики. И для того, чтобы ему отомстить, он начал поплевывать иголками в птицу директора. Ну и однажды его застали за этим занятием. В итоге его, конечно, уволили из этой мастерской. Во время войны в оккупированном Париже Луи работал топером в ресторане. В 43-м музыкант де Фюнес решил жениться. И не на ком-нибудь, она внучатой племянницы знаменитого писателя Гиде Мопассана. Правда, к тому времени он уже 6 лет был женат на другой. А то немножечко засмущал тот факт, что Луи де Фюнес уже состоит в браке, и она не может разрушить чужую семью. На что Луи де Фюнес ответил, давай поедем к моей суженой. Те приехали, и та встретила ее как добрую кузину, объяснив, что их с Луи ничего не связывает. У нее уже есть практически муж гражданский, для которого ее ребенок уже стал ее сыном, уже с 7 лет. В кино де Фюнес попал, когда ему было уже 30. И еще 10 лет пробивался к славе, играя в эпизодах и на вторых ролях. Слишком долгий срок. Даже когда его признали лучшим актером Франции, и предложения от режиссера всыпались, как из рога изобилия, он просто не смог отделаться от старых привычек. Это отличная демонстрация того, что с человеком может сделать тяжелая жизнь. Ведь на самом деле, каково было быть Луи де Фюнесом, мальчиком по прозвищу Фю-Фю? Это мальчик, которого не приняли в армию из-за того, что он был слишком маленького роста и слишком маловесил. Это мальчик, у которого были большие проблемы с девушками, опять же, из-за того же самого. Это мальчик, который очень долго не мог себе найти нормальную работу. И в конечном итоге от этого эха предыдущей жизни Луи де Фюнеса страдал и он сам, и его близкие. Де Фюнес умер в 69 лет. Его последние слова, сказанные семье. Мне одиноко в моей комнате. Луи де Фюнес вообще говорил, что самой его важной ролью должны быть его похороны. Он должен умирить так, чтобы все смеялись. Зимой 2010 года в Голливуде случилось ЧП. Россиянка Оксана Григорьева обвинила своего гражданского мужа знаменитого актера Мэла Гибсона в побоях. Девушка заявила, что получила сотрясение мозга и лишилась двух зубов. Журналисты смыковали подробности. В потасовке пострадала 8-месячная дочь пары. Полиция отобрала у актера пистолет. Оксана Григорьева обнародовала записи, на которых актер угрожает ей расправой. Я сожгу твой дом. Как ты смеешь? У тебя больше проблем с головой, чем у меня. Ты лживая и ненормальная. Почему ты кричишь на меня? Оставь себе своего сына, но мне оставь дочь. Гибсон обвинил Григорьеву в шантаже. Якобы в обмен на эти пленки она требовала от него чуть ли не 200 миллионов долларов. Одни считали Григорьеву невинной жертвой, а другие – коварной и алчной. О том, что у актера проблемы с алкоголем, давно не секрет. Он много раз лечился от зависимости. О пьяных выходках Мэла Гибсона в Голливуде уже ходят легенды. Приехали врачи по вывозу гостиничного персонала и увидели, что он жрет занавеску. Белая горячка у него уже. Так упился, что занавеску он начал жевать. Первая жена Гибсона, Робин Мур, тоже неоднократно получала от актера по первое число. Терпела как бы, не заявляла в полицию и так далее. И дети, кстати, прекрасно знали, потому что финансово на него зависели. 10 миллионов он положил им, каждому ребенку, например, на банковский счет. Но снимать можно было только через него, через папу. Могла ли Оксана Григорьева не знать о репутации возлюбленного? Глядя на абсолютно такой стеклянный взгляд и прозрачные глаза Оксаны Григорьевой в ее клипах, мне кажется, что в массе своей, конечно, я не верю в эту большую, великую любовь. В основном, я думаю, здесь присутствует такой шкурный интерес, элемент расчета, минимальное присутствие искренности какой-то. Но это, конечно, не история Ромео и Джульетт, безусловно. В 2011-м суд обязал Гибсона выплатить бывшей гражданской жене компенсацию в 750 тысяч долларов и содержать их дочь Люсию до совершеннолетия. Казалось бы, что еще нужно? Но в этом году Оксана Григорьева неожиданно подала в суд на собственных адвокатов. Якобы они были в сговоре с Мэлом Гибсоном и слишком мало ей отсудили. Так значит, все-таки на первом месте в этой истории стояли деньги. Но при этом они оба получили удовольствие. Она получила известность и славу ребенка, который теперь является гарантом ее безбедной старости. А он получил несколько минут или часов или месяцев удовольствия. Ну и, в общем, кучу грязи в прессе. Охотница за богатством уже почти профессия. Выйти замуж за миллионера, а еще лучше за миллиардера, и жизнь удалась. Роскошная яхта и собственный самолет. Особняки по всему миру, лимузины, фотосессии в модных журналах и килограммы бриллиантов. Голубая мечта любой девушки. Подруги умрут от зависти. Но богатый еще не значит щедрый. Ингвард Кампорт владелец самой известной шведской компании, которая продает мебели, товары для дома. Этот человек просто сказочно богат. Его состояние варьируется от 45 до 6 миллиардов долларов. Еще более удивительно то, что Ингвард Кампорт не имеет базового высшего образования в экономике. Он закончил только коммерческую школу. Однако это позволило ему построить бизнес, который изучают в Гарварде, Сэнфорде и других лучших экономических заведениях нашей планеты. Он может скупить полмира, но почему-то экономит даже на мелочах. Кампорт даже сменил парикмахера, к которому ходил много лет, потому что нашел другого, который стрижет на 2 кроны дешевле. Это чуть меньше 10 рублей. Он не хочет ездить на такси, поэтому выбирает общественный транспорт. Он не пользуется услугами носильщика и носит свой багаж сам. Кампорт может купить личный самолет, но летает эконом-классом и останавливается в дешевых отелях. Еще завтрак съедает специально, целиком уползает до последней крошки, чтобы дотянуть до ужина. Поскольку завтрак входит в стоимость номера, поэтому он считает, что надо набить брюхо, можно больше, чтобы потом не тратиться. Казалось бы, что-что, а уж мебель, он может себе позволить самую лучшую, но нет. Например, у него существует кресло, в котором он сидит уже 32 года. Жена ворчит и говорит, что пора бы сменить обивку, но он говорит, что пока еще не пришло время, и он может в нем еще немного посидеть. Кстати, единственный сын миллиардера работает у отца и едва сводит к концу с концами. Когда сын пришел к нему и сказал, папа, устрои меня на работу, папа сказал, окей, и взял его на работу на самую низшую должность, на самую маленькую зарплату. Иногда ему даже приходилось занимать деньги, чтобы дотянуть до следующей зарплаты. Когда Камброду ставили на родине памятник, он отказался перерезать красную ленточку. Вместо этого он сунул ее в карман и заявил, еще пригодится. Но чем объяснить такую патологическую скупость? Главные законы бизнеса Камброд освоил еще в пятилетнем возрасте. Тетя купила ему несколько упаковок спичек на распродаже, которые он потом продал в три раза дороже своим соседям. Получив первую прибыль в возрасте, представляете, пяти лет, Камброд понял, в чем заключается его будущее. А свою корпорацию шведский гений экономного бизнеса построил буквально из воздуха. Случайно услышал разговор двух покупателей, которые говорили о том, что мебель в Швеции слишком дорогая. И вот у него возникла идея, чтобы открыть магазин дешевой мебели. Ассортимент магазинов состоял всего из двух позиций. Там была табуретка и был стул. Этот человек ничего не делает просто так. И применяется он, скорее всего, не случайно. Это гениальный маркетинговый ход. Потребитель тогда думает, а зачем мне покупать дорогую мебель, мучиться и тратить деньги, если вот миллиардер пользуется вот такой же мебелью, как и я. То есть это способ рекламировать свою мебель через образ жизни. Когда он ведет такую политику, он в каком-то смысле навязывает своим служащим также какие-то ограничения. То есть стыдно просить прибавки к зарплате. Но среди богачей есть и те, чьи поступки не поддаются никакой логике. Уэнди Дитрих. Эта американская актриса вышла за престарелого режиссера Роджера Торкаса и мысленно уже тратила его миллионы. Но когда через год муж умер, оказалось, что по завещанию она получает один цент. А 64 миллиона долларов достаются его собаке. Деньги, что называется, псу под хвост. Но она выкрутилась из этого положения. Она составила тогда таким образом контракт, что вступила в брак с псом. И уже тогда, когда умер пес, она все-таки вступила в право на следование. То есть ей просто пришлось какое-то время пожить в браке с собакой. Американский банкир Уоррен Баффет. Совсем недавно он возглавлял список Форбс. Это гений, настоящий гений фондовой биржи. Если он отозвался плохо о ком-то, то его акции сразу станут снижаться. Ежегодно он проводит завтрак с Уорреном Баффетом, который продается на аукционе. В 2012 году был побит рекорд, и один из участников этого завтрака заплатил 3,5 миллиона долларов только для того, чтобы позавтракать со знаменитым миллиардером. Один транжира, второй скряга, и скряга учит транжиру, как заработать миллиард. Имея 62 миллиарда долларов, эта акула с Уолл-стрит вот уже 50 лет ютится в скромном домике с родни нашей хрущевки и ходит в дешевых костюмах. Но у него есть специальная шутка, которую он объясняет, почему он выглядит дешево в дешевых костюмах. Он говорит, что он тратит огромные деньги на свои костюмы, но просто они на нем смотрятся дешево. Но разве можно его за это упрекать? Ведь этот финансовый магнат за свою жизнь потратил 20 миллиардов долларов на благотворительность. И правильно, ведь деньги в могилу не унесешь. Самый богатый человек Великобритании – Ханс Раусинг. Состояние сколотил на производстве упаковки для продуктов. Он всю жизнь ездил на дряхлом автомобиле, которому стукнуло целых 63 года. Недавно он сменил машину. Ни за что не угадаете, на чем он ездит теперь. А потом поменял ее на нашу российскую Ниву, поскольку машина показалась ему слишком дорогой. Но больше всех отличился нефтяной магнат Пол Гетти. В 50-х он был самым богатым бизнесменом в мире и самым скупым. Люди приходили к миллиардеру в гости, а когда им надо было позвонить, их отправляли к телефону автомату. Соответственно, не бесплатный был звонок. Он был опускать монетку и звонить только за деньги с территории дома Гетти. То есть он хотел и с этого тоже заработать. Когда в 73-м мафия похитила его внука и потребовала выкуп в 3 миллиона долларов, он отказался платить. Поскольку если он его заплатит, то остальных внуков начнут похищать только для того, чтобы заработать на них. Переговоры шли полгода. Пол раскошелился только когда получил по почте ухо мальчика. История, конечно, трагическая. Внук стал наркоманом и закончил свою жизнь в инвалидном кресле. Но Пол Гетти так никогда и не простил своего внука за то, что он был украден. И вообще, конец своей жизни он провел за большим и высоким забором в Англии, который охраняли 20 специально обученных собак и целая армия охранников для того, чтобы у него была возможность спокойной жизни. Но почему мультимиллионеры так трясутся над каждым центом? Дело здесь не только в скупости. Так устроен их мозг. Специалисты из университета Карнеге Меллан доказали, когда такой человек тратит деньги, в его мозгу активизируется центр отвращения и боли. То есть он испытывает физические мучения, расставаясь со своими кровными. Так вот он, истинный секрет богатства. Тратить как можно меньше и все время копить. Но разве это можно назвать настоящей жизнью? Кровавый роман графа Аракчеева. Из-за страстной любви вельможа не смог остановить восстание декабристов. Тайна Никиты Хрущева. Как любимая сделала его генсеком? И почему Альберт Эйнштейн запретил жене получать удовольствие? Самые невероятные истории в фильме «А я его любила». Смотрите прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова